Всем привет на канале Александр Эмбрес Сегодня к нам в гости попала болгарочка Bosch GWS17125CE Сие чудо занатный скрит Короче говоря, надо разобрать и проверить в чём прикол Первым делом влезем к щёткам Щёточки выдернули, поэтому можно разбирать дальше Откручиваем корпус редуктора от корпуса электрики После этого, естественно, вскрываем Достали якорёк и видно, что он малость потемнел Вот здесь и здесь в особенности Давайте достанем диффузор И взглянем на статор Статор у нас в буквальном смысле чёрный И обратите внимание, посерединке статора Прям явный видный пробой То есть статору здесь стопроцентный и бесповоротный капец Значит, со статором всё однозначно понятно А вот якорь у нас под вопросом Как я ранее говорил в роликах своих Если обмотка потемнела Это не значит, что она сгорела Вполне реально, что просто наружный слой лака Из-за перегрева потемнел Но сама обмотка Вполне себе адекватно себя чувствует Явный очень и красивый пример У меня было видео с 9558 Которое вы можете посмотреть по ссылке в описании Там полностью выгорел статор Но при этом якорь был в отличном состоянии Но зато очень сильно подчернел Сейчас возьмём и проверим вот этот вот якорёк Надеюсь, он будет целый Но для начала разберём редуктор Нам всё равно надо будет проверять подшипники, шестерни и смазку Открутили и вскрываем Берём ключик на 10 И откручиваем якорёк Ого Вот так вот Вытащили якорёк и приступаем к проверке Итого, как и надеялись, якорь целый Значит, подшипники на якоре В корпусе редуктора Вот здесь Вот этот вот флянчик Всё в отличном состоянии Смазку, ребята, сами какую-то заложили Тёмненькую Сказали не менять Короче, болгарка по сути обслуженная Нам необходимо лишь заменить статор Ну, давайте приступать Откручиваем заднюю крышку И начинаем его отключать И начинаем его отключать Необходимо отключить два провода от кнопки включения Вот так вот И два провода от щёткой держателей От одного И от второго Плата управления Плата управления У нас подключена непосредственно К кнопке Там, короче, на быстросъёмах Это мы не трогаем Так, теперь нам необходимо Завести провода так Чтобы они Не мешали нам доставать наш статор В принципе, всё окей Кроме одного вот этого вот провода Его надо Вот здесь вот Из корпуса Каким-то макаром Вытащить Вот, примерно так вот Отключили статор Убедились, что провода Не будут ни за что цепляться И можем приступать К выниманию нашего статора Делается это очень просто Берём супер инструмент И немножко Аккуратненько Дубасим по корпусу Статор сам выйдет По мере того, как статор выезжает Поправляйте провода Достали старый статор И ещё раз Давайте взглянем на место Где был пробой Прям вот Оплавившийся кусок меди Красота Ну а вот тот статорок Который сейчас будем ставить Новенький Красивенький Оригинальный Всё как надо Приступаем к установке Кстати Забыл сказать Обязательно Проверяйте внутреннюю часть Корпуса Там где стоял статор Потому что Когда инструмент Начинает глючить Некоторые владельцы Чрезмерно рьяно Пытаются выжать Из него всё До последней капли И в итоге Иногда Даже плавится Изнутри корпус Что приводит Часто к перекосу Нашего статора Внутри корпуса Ну и соответственно Ничего хорошего От этого ждать не надо Короче Лишний раз проверили И всё будет окей Теперь Берём Наш статор Выпрямляем Вот эти вот Провода Таким макаром Чтобы они при установке Ни за что не цеплялись И Попадали туда куда надо Ну плюс минус так И приступаем к установке Хорошенько Хорошенько Прицеливаемся И начинаем Вставлять Сие чудо Примерно Вот так Если хорошо Прицелитесь Примерно Как я То у вас все провода Попадут сразу В нужные отверстия То есть вот он Первый Второй Третий И четвёртый Это как бы сильно экономит время По мере того как статор заходит всё глубже и глубже Проводочки необходимо Поправлять Докуда возможно Всовываем статор вручную Затем Берём опять же Колотушечку Ищем кусочек корпуса Незадействованный ничем И аккуратненько Вот так бьём И статор опять же Автоматически Сам Въедет Куда надо Вот так Лепута Теперь приступаем К подключению статора Перепутать Нереально По диагонали Подключаем Два коротеньких Провода К щёткой Держателю Два тех что подлиннее К кнопке Значит Один из проводов Вот этот вот Необходимо Завести В отверстие Вот так вот Кстати В комплекте С оригинальным Статором Идёт вот такой вот Пакетик С Двумя Вот такими вот Новыми кембриками Для проводов Подключили 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 Щётка Держатели Завели Проводки Чтобы нигде Ничему не мешали И пока что Отложим Корпус электрики В сторону Кстати говоря Шахты Вот эти вот Я уже заблаговременно Почистил Теперь Возьмём Наш Якорёк И установим Его в корпус Редуктора Шестерню ведущую Я не доставал Она там стоит Поэтому Прицеливаемся В неё Затем Берём гайку И Закручиваем Всё это дело Зажимаем Без фанатизма Ставим Диффузорчик Затем Наносим Немножечко Лубрикантику На резиночку Дабы ничего не стало Наперекос И приступаем К установке Вот так вот Ну и естественно Закручиваем После этого Берём переднюю часть Корпуса редуктора Не забываем про кольцо И устанавливаем Опять же Перед тем Как прикручивать Переднюю часть Корпуса редуктора К алюминиевой части Обязательно Покручивайте завал Для того чтобы Шестерня Зашла Как надо Чтобы зуб не попал Осталось Поставить щётки В заранее Почищенные шахты Вот так вот То же самое со второй Убеждаемся Что все провода Стоят на местах Что нигде ничего не торчит И можно Надевать Вот эту заднюю крышку Финишная прямая Ставим вот эти Пластиковые накладки Ну естественно Прикручиваем И их Собрал я Короче эту болгарку Потом думаю Блин Дай поменяю щётки И поменял Но не на камеру Уже было лень Переснимать Не серчайте Ну а мы Наши чудо техники Дособирали Поэтому давайте проверять Работает Ну а теперь Проведём Небольшой интерактивчик Непосредственно Под этим видео Будет Мой закреплённый Комментарий Написано будет Брест Под этим комментарием Непосредственно Пишите Из какого города Вы Я думаю Всем будет Интересно Может Соседи Обнаружите Ну а я Надеюсь Вы свой инструмент Не перегружаете Что он у вас В идеальном состоянии И всё работает Как часик И поэтому Подписывайтесь на мой канал Делитесь этим видео Ну и хватит Поехали 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 Субтитры сделал DimaTorzok